Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас появится моя презентация, и мы начнем. Меня зовут Наталья Бучнева, я сотрудник компании UCB Pharma и являюсь менеджером контроля качества в данной компании. Сегодня моя презентация называется «Глобальная модернизация клинических исследований» и я думаю, что она очень прикликается с Константином и покажет вам, как две фармкомпании абсолютно независимо видят развитие клинических исследований, в общем, развитие, разработку лекарственных препаратов и медицинской техники в будущем и в настоящий момент. И если у вас есть комментарии или вопросы, я вас мотивирую их задавать. Это всегда очень интересно, слышать мнения людей, и особенно приятно для меня. Я не живу больше в городе Санкт-Петербурге, но я здесь родилась, и это очень приятно возвращаться домой и участвовать в таких прекрасных инициативах. Спасибо вам, Артем. Пожалуйста, дальше слайд. Это пояснение, что, в общем-то, то, что мы сегодня обсуждаем, и материал является частой интеллектуальной собственностью компании UCB, но то, что мы обсуждаем, выражает также мое частное мнение и не подлежит, условно говоря, каким-то нормативным преследованиям, скажем так. Дальше, пожалуйста. А, да, извините, пожалуйста. Я начну. Константин начал уже с технологий, уже как изменился мир. И, в общем, действительно, это все нас окружает. Мы просто не думаем об этом с этой точки зрения. Я начну как специалист контроля качества с нормативных документов, и почему вдруг фармкомпании и весь мир стал по-другому смотреть на изобретение и разработку лекарственных препаратов и медицинской техники. В 2017 году такой ход-топик, много обсуждений было по поводу ревизии 2, надлежащей клинической практике. Она была принята в Европе, в США, в Японии, в Канаде была принята еще раньше. И основными моментами, которые разрешительные инстанции, условно говоря, одобрили, это признание электронных первичных документов для целей клинических исследований, это централизированный мониторинг, риск менеджмент, надзоры за рисками и признание границ толерантности качества данных в исследовании. Все это подпитало фармкомпании, мы поняли, что есть возможность делать исследования и вообще общаться с пациентом из центра немножко по-другому, нетрадиционными способами. И я думаю, что большинство фармкомпаний стало внедрять риск менеджмент и работы со статистиками, чтобы мониторировать данные и наблюдать за ними. К сожалению, вот как мы обсуждали, в первой части ГОСТ, надлежащая клиническая практика в России, еще не был одобрен. Кто-то мне сказал, что его перевели, но еще не ввели. И так случилось, что мир уже готовится к перестройке GCP, которая выйдет в ревизии 3, сразу же после того, как директива И8Р1, которая появилась уже на сайте ICH, Международного института гармонизации, и она появилась 8 мая 2019 года. Это очень новая информация. И 8 директива, напомню еще раз, она описывает основные подходы к клиническому исследованию. Это та директива, где прописываются как раз двойные слепые исследования, пациенты, условно говоря, технологии. И самое смешное, что R2, даже наша Библия GCP, она не ссылается на R8 совсем. То есть эти документы жили абсолютно такими отдельными жизнями. И R8, которая до сих пор эффективна, она была издана и используется с 1997 года. То есть вот тут, да, вот эта часть была забыта. И сейчас, в прошлом году, да, была большая работа различных фарг-компаний, Transcelerate участвовала, FPA участвовала для того, чтобы как-то сократить этот гэп. И сейчас документ был опубликован 8 мая 2019 года, и его официально можно комментировать до момента, скорее всего, это занимает 2-3, иногда полгода, до официального выпуска. Со всеми комментариями. И директива И8, она как раз новые нововведения, о которых тоже говорил Константин, прописывает прямо в директиве. Например, одним из секций является привлечение пациентов к разработке дизайнов клинических исследований. И там можно будет почитать не просто виртуально, а действительно, какие есть подходы, на что нужно обращать внимание. Разработка критических параметров для приемлемого контроля качества, critical to quality factors, так называемые. Этот момент разрабатывался, опять же, в параллели к ревизии 2, вот эти QTLs, о которых мы теперь постоянно говорим и пытаемся их настроить, quality tolerance limits, и, опять же, это тоже послужило причиной того, что ревизия 3, которая выйдет в ближайшие 2 года, должна теперь как-то скоординировать все вот эти ожидания, которые директивы к пациентам, к фармкомпаниям предложили. Также там есть обязательный пункт оценки сложности протоколов. Исследования усложняются, и, конечно, сложно иногда оценить, сколько можно еще впихнуть параметров для того, чтобы в одном исследовании с одним одобрением, на одной популяции получить максимальную научную аутпут. Но как раз директива 8 предлагает на моменте разработки протокола фармкомпаниям провести вот эту оценку сложности и адекватности, нужны ли все параметры, может быть, какие-то можно проверить в рамках неисследования других каких-то возможностей. Также была расширена информация о различных особых группах пациентов, например, беременные женщины, пациенты более пожилого возраста, дети, потому что мы постоянно думаем о том, что мы не проводим исследования на беременных женщинах, например. Но это не так, потому что реальный мир, он требует немножко адаптивных дизайнов и понимания, что мы желания всех пациентов можем каким-то образом услышать и попытаться что-то сделать. И также была введена новая секция об обработке документов, где было разрешено полностью электронные медицинские документы, то, чтобы больницы пользовались этим. То есть, в общем, действительно то, о чем говорил Константин, оно планируется быть записанным, и теоретическая база для этого готовится. И в ближайшие два дня мы говорим уже не о революции, которая была, это ревизия 2, а больше говорим о перестройке GCP, которая будет состоять теперь, надлежащая клиническая практика, будет состоять из двух частей. Первая часть будет основные требования к некому клиническому исследованию, потому что мы всегда думаем, что клиническое исследование – это традиционная, интервенциональная, плацебо-контролируемая, то есть абсолютно такой стандартный дизайн, но есть различные варианты. И, значит, первая часть ARCH3 будет описывать общие требования для того, чтобы убедиться, что безопасности пациентов ничего не угрожает, и данные можно использовать в дальнейшем. И будет приложение, состоящее из трех частей, которые непосредственно методично будут предъявлять требования для различных типов. Они разделили их на три. Это традиционные интервенциональные клинические исследования, нетрадиционные интервенциональные клинические исследования и нетрадиционные клинические исследования. То есть вот эти три части, они в приложениях будут очень хорошо описаны. Я надеюсь. Я внизу в футере приложила ссылки таким образом, чтобы вы могли сами потом посмотреть. Я надеюсь, эти презентации будут выложены где-то в… Окей. Теперь, может быть, поговорив о теоретической базе, мы можем проследить, условно говоря, визуально, каким образом этот путь внедрения цифровых технологий, как мы его проходим, где он начинался. Изначально, как вы знаете, участники, традиционные участники клинических исследований – это мединституты, медработники, фарминдустрия или бизнес, разрешительные инстанции, пациенты и пациентские организации. И обычно это вот был круг участников, между которыми происходили различные интеракции, чтобы привести, начать клиническое исследование. 20 лет назад, на самом деле, на рынке, на мировом рынке, стал появляться, и раньше все у нас было бумажное, стали появляться компании, а потом стали появляться ассоциации медицинской информатики. Это независимые, условно говоря, органы, это не органы, ассоциации, которые стали думать по поводу стандартизации электронных документов, электронных систем, и у них была идея создать, условно говоря, соединить людей по всему миру с посредством технологий. И они дали нам возможность общаться через интернет, и, условно говоря, помогали нам и вендорам, с электронными системами, но потом, и в этом процессе все равно каждый выполнял свою роль. У спонсора была и CRF, у пациента, не знаю, там может быть электронный дневник, у фарм-индустрии была база данных, но благодаря созданию новых технологий, клауд-компьютинга, в том числе технологические возможности каждого из участников этого процесса, они перемешались. Условно говоря, если мы смотрим на EMR американской компании Clinical Works, которые внедрены в центрах в США, то там есть отдел patient engagement, там есть отдел статистики, там есть отдел project management. По большому счету, когда я смотрю на эти модели, я думаю, это вид фарм-компании, потом фарм-компании, которые пытаются сами создавать, например, электронные дневники, или создавать сами продукты, девайсы, или создавать, то есть идя в область вот этих цифровых технологий с другими целями. Значит, ну вот ассоциации медицинской информатики помогли нам создать новые стандарты и технологии. Фарм-индустрия была заинтересована, естественно, и в настоящий момент очень заинтересована в развитиях и использовании этих технологий, и, конечно, большие инвестиции вкладываются в это. У мединститутов начинается, в России, к сожалению, это начальная, только начальная стадия, но в Америке, в Австралии, особенно страны Азии, Япония, Южная Корея, электронные медицинские системы, установленные в больницах, это норма, это не космос, это то, что... Или тот же Китай, например, вот Константин ушел, он говорил о том, что закроют интернет, и что же мы будем делать. Ну, вот пример Китая, например. Страна с удивительно развитыми цифровыми технологиями, с закрытым интернетом. Да, тоже есть различные варианты, и России, конечно, в определенный момент нужно будет понять, куда партия скажет двигаться. Так, для пациентов, да, опять же, это очень дешевая технология, если раньше мобильный телефон стоил каких-то баслооснованных денег, то теперь он у каждого второго, даже, наверное, не третьего, и на основе доступа к этой дешевой технологии, конечно, стандарты, существующие цифровые, они могут переноситься на такие носители. И, конечно, последним, но самым важным, разрешительные инстанции, медленно, конечно, но дают нам правила, дают нам законодательные акты, регулирующие внедрение цифровых технологий. Россия, к сожалению, очень медленно все это делает, я даже не знаю, есть ли у нас какие-то действительно электроник, помимо этот электронный инспектор, впечатляющий, мне кажется, это очень здорово. Вот, но во всем мире, конечно, например, FDA существует больше 15 гайдлайнов, отражающие различные технологии, используемые в клинических исследованиях. И я уверена, что в Азии есть даже больше, но с ними сложно, их сложно переводить и быть так просто, оперировать их понятиями. Этот слайд просто показывает наглядно, какие ассоциации медицинской информатики, ХИМС, например, непосредственно работает на пациентские организации, работает только с messaging for patients, с стандартизированием нозологии для пациентов, то есть они себя ориентируют на пациента. Есть различные европейские ассоциации медицинской информатики, американские, конечно, австралийские. И помимо этого есть non-profit organizations, так называемые, и они выросли из студенческих, условно говоря, союзов, это C-DISC и HL7. C-DISC все вы, конечно, если есть у Data Manager, то знаете, работает с разработкой стандартов для рапортования и сбора, условно говоря, данных. HL7 – это американский стандарт, на самом деле, но из-за вот этого interoperability, перенесения стандартов, этот стандарт для EMRs, он теперь покупается во всем мире, и многие страны пытаются его внедрить. Скандинавия немножко отличается, конечно, у них свое, они там своих студентов привлекли, по-другому это все немножко организовали, но вообще есть очень ориентированные компании. И опять же, все это вяжется в общей цифровую идею цифровой лихорадки, потому что это мы думаем, что это будущее. На самом деле, если посмотреть вокруг нас, не знаю, тот же Амазон, который настолько развился, что даже обычный почтальон, который приходит, чтобы принести посылку и просит у вас электронно подписать принятие этой посылки, вот вам один из, условно говоря, таких цифровых процессов. В общем, маркетинговые исследования предрекают, и все говорят, что 20% предрекают, что среднегодовой совокупный темп роста сектора цифровых технологий именно в и-медицине, в и-хелс, будет больше 20% с 2015 по 2022. Сейчас уже говорят, что даже выше будет процент. если мы посмотрим на графики, то в общем-то вот Mobile Health к 22, M-Health это Mobile Health с использованием технологий для мобильных телефонов, он вырастет очень серьезно, вот и CRF сектор, Digitalized Health Systems, он будет уменьшаться, да, и все будет переходить немного уже в другие руки, условно говоря. Если я вас немножко сейчас могу потрясти, если вы хотите, немножко интерактивности, да, у Константина тоже были эти новые техники, которые используются и будут использоваться. если я задам вам такой вопрос, вот искусственный интеллект, роботы, как вы думаете, вот в моей компании, что из всего этого используется? Искусственный интеллект? Точно интернет. Искусственный интеллект мы используем, у нас есть пару проектов, которые с нашими специалистами работают, у нас Discovery центр в Оксфорде, потому что UCB Celtic всегда был наш тракт Discovery такой платформы, и у нас контракт с Оксфордом из Guy Hospital, King's College of London Hospital, в которых мы различные проекты вместе с их идеями и технологиями пытаемся. Бот проект был связан с нашим продуктом, я не могу здесь ничего промотировать, условно говоря, исследование проводилось на перед тем, как построить исследование, было проанализировано большое количество MRI-ов у пациентов, чтобы посмотреть первичные трещины, переломы, и на основе вот этой базы данных, которая была собрана, был создан алгоритм, который помогал нам в дальнейшем найти пациентов для нашего будущего препарата. не буду долго говорить, у меня уже время, роботы автоматизированный процесс, конечно, любая фармкомпания давно уже не делает таблетки ручным способом, все это автоматизировано, лаборатории, производство, это самая легкая, 3D-печать. Да, мы используем тоже 3D-печать, у меня нет на этой картинке, но когда проходят процессы тестирования различных идей, иногда невозможно найти материалов, которые стандартные для того, чтобы, не знаю, создать аутоинжектор или создать определенную модель техники, медтехники, которая нам нужна, и определенные вещи моделируются с помощью 3D-принтинга и используются в дальнейшем с валидацией, использование средств мобильной связи. UCB активно работает и внедряет работу с первичными электронными документами, исходящими от пациентов. Это, опять же, все меня спрашивают, как же это на мобильный поставить какую-то там, условно говоря, программу. Так как мы спонсоры, мы не используем модель установки наших аппликейшенов на телефоны пациентов. В основном это уже готовые залоченные, запрограммированные специальные айфоны или иногда андроиды, используемые как электронные девайсы, просто, условно говоря, как система ввода информации. Там нет недоступа в интернет, там нельзя, не знаю, позвонить, это просто использование мобильной связи для того, чтобы запрограммировать туда этот опросник, чаще всего это расписание исследования, есть определенные моменты с оценкой. Виртуальную реальность, я уже нажала, виртуальную реальность мы не используем, но я уверена, что большинство коллег, которые работают с хирургией, с определенными моментами, используют эту технологию. На самом деле виртуальная реальность, это тоже звучит, но она у нас повсеместно очень развита, например, та же самая Икея, у нее есть приложение, можно сфотографировать свою комнату, а потом виртуально выставлять мебель в том порядке, в котором ты хочешь, это уже виртуальная реальность. Мы планируем использование виртуальной реальности, может быть, для тренировки пациентов, как вводить, селф-инжекторы, например, или тренировочно, когда нужно не просто текст, можно использовать возможности виртуальной реальности. Ну, интернет, да, конечно, интернет мы используем в смысле связи своих электронных девайсов и wearables с той информацией, которую нам пациент посредством своих действий передает. Консервативная схема разработки препаратов выглядит вот так, кстати, в директиве И-8 1997 года, но любой мой коллега из фармкомпании может подтвердить, что уже очень давно препараты так не прослеживаются, конечно, основные моменты сохраняются, но мы теперь думаем не о проведении клинического исследования, мы думаем о создании программы, у которой будет цель принести пациенту что-то важное, что-то полезное, и никогда не разрабатывается один препарат, разрабатывается несколько нозологии в параллель, к этому прилагается условно говоря медицинская техника, понимание, как этот продукт будет важен в жизни пациента, можно ли его на дому принимать, различные схемы, то есть вот эта линейность она давно уже вся размылась, и кстати, в новой вот этой ревизии один эту схему убрали, что для нас тоже конечно такой большой опять же вот это стандартный вариант развития клинического исследования лекарственного препарата, извините, и по годам уже мы можем сказать, что сокращается момент от первичной молекулы до ее одобрения одной из регуляторных инстанций, и это нам позволяет, конечно, на моменте drug discovery, да, это компьютерное моделирование процессов, усовершенствованные приборы, самое большое сейчас условно говоря развитие, инвестиции идут вот development research, это фазы с первой по третью, где мы уже не говорим о том, что идет фаза 1, потом идет фаза 1а, потом идет фаза 1б, потом идет 2а, даже разрешительные инстанции готовы обсуждать различные модели, когда ты от фазы 1 можешь идти к фазе 3, и, конечно, все это технологии помогают, и фаза 4, опять же, это использование уже доступных электронных данных, большое количество реестров, все уже компьютеризировано, и, опять же, очень улучшилась работа с сигналами о новых нежелательных явлениях. Современная обработка данных выглядит немножко по-другому, чем прежде, мои коллеги постоянно в первой части старались как-то подчеркнуть вот это стопроцентное соответствие source records с собираемыми данными, которые им появятся, но мы видим, что даже ревизия 2 разрешает уже границы толерантности данных, если они адекватно задокументированы в фармкомпании, и это то, я уже не буду повторяться, то, о чем говорил Константин, это новый метод общения с персоналом, то есть очень много не общения, да, глаз на глаз, очень много по телефону, очень много через интернет, то есть все это парадигма сбора данных и общения с центром, она меняется. Традиционный подход к проведению клинических исследований, да, у нас есть центры в разных странах, которые в глобальном исследовании, да, приносят нам различные данные. В будущем и UCB ведет уже три виртуальных клинических исследования только на территории США, потому что законодательно в Америке существуют для этого все возможности и разрешения, но идея в том, чтобы создать мета-центры, условно говоря, глобально, может быть, на двух-трех континентах, которые посредством электронной E-Mars вот этих, да, E-Charles даже, я бы сказала, Electronic Health Record Systems будут обмениваться информацией через интернет и, условно говоря, общение с пациентом все происходит посредством телемедицины, лабораторные показатели собираются, пациент идет в ближайшую лабораторию или ему говорят, куда идти, и результаты присылаются независимым, да, вот этим исследователям напрямую, без участия пациентов, и все это реально, все это работает, но, конечно, у США есть свое преимущество, потому что это большая страна, в которой во всех штатах действует один и тот же закон, и врач где-нибудь в Техасе имеет доступ к электронным медицинским данным любых пациентов по договоренности. Мы работаем с компанией Science 37, которые являются нашим партнером в США, и они предоставляют их EMR, это наша CRF, условно говоря, в этом случае, и внедрение тоже электронных дневников позволяет нам общаться с пациентом напрямую, и опять же в Америке возможность вот этих e-prescriptions, когда аптеки выписывают, распространяют препарат опять же электронно. То есть новая амбиция и новая концепция это bring trial to the patient. Мы хотим услышать голос пациента, мы хотим принести пользу для пациентов. и с помощью тех опять же в настоящий момент UCB концентрирует конечно наша специфика хронические пациенты, но у нас нет жизнеугрожающих условно говоря моментов, поэтому мы работаем на действительно retention of patients и основной прием препаратов на дому, мы стараемся все наши препараты перевести в такой режим. Спасибо.